Приветствую вас! Ну, смотрите, какая получается история. Если вас интересует именно как все люди выходят из этих ситуаций, ну, наверное, вы обратились немножко не по адресу. Потому что как все люди выходят из этой ситуации, именно как все люди выходят, написано на форумах, в частности, женских форумах, где многие женщины играют в игру. Это все из-за него. И как он плохой. Иногда играют и в игру родительский комитет. Там женщины описывают свои, так сказать, варианты решения проблем. Хорошие это варианты решения проблем? Ну да, наверное. Подходят ли они кому-то? Ну да, ну да, конечно. Вот. Но это подходит далеко не всем. Вот. Так что, если вам нужны универсальные советы, вот, то, соответственно, вы можете обратиться туда. Что касается именно вашей ситуации, то в первую очередь нужно понять, из-за чего вы развелись. Второе. Почему вышли замуж так рабо? Третье. Если муж не помогает, то платит ли он алименты? Четвертое. Почему вы за него отдаёте его долги? И... Пятое. В каких отношениях вы находитесь со твоей мамой? Кхм. Которая ведёт себя, ну, явно как манипулятор здесь. То есть, явно она не на вашей стороне, и явно она вас как-то вот ну, принуждает, да, как-то она вас винит, обвиняет, и так далее. Вот. Что, в принципе, тоже далеко не самый лучший расклад. Вот. Вот это всё нужно исследовать. Потому что это важно. Для вас. Дальше. Смотреть. по вашим возможностям. Вы говорите о том, вы говорите о том, что у вас хорошая зарплата. Вот. И... Вам нужно грамотно распределить свои средства. Либо нанять сиделку-няльку, либо детей отвозить к подругам, чтобы они сидели с ними. Ну, как-то меняться. Возможно, немного доплачивая им. Смотреть тут нужно исключительно по... обстоятельствам. Дело всё в том, что я не вижу как психолог у вас именно психологического запроса. Вот. Понимаете, какая история. То есть, вы скорее ищите выход из ситуации, но здесь ориентируетесь скорее на свои возможности и именно выход, а не на решение какого-то внутреннего противоречия. Хотя... вы склонны жалеть о том, что сделали. Вы сейчас из-за своей неудовлетворенности, да, начинаете ненавидеть детей, обвиняя их как бы в том, что это они виноваты из-за... в том, что вы не можете жить полной жизнью. Хотя это, безусловно, не так, да, и дети, в общем-то, они ни в чем не виноваты. Вот. А с другой стороны, вам было бы неплохо вспомнить о том, о чем вы думали и чего хотели тогда, когда их рожали. То есть, ну, для чего вы это делали? Какую цель пытались достичь? Явно не материнский инстинкт вам двигал. И явно вы не наполнили еще себя, да? Вот. Чтобы хотеть передавать опыт другим. Поэтому здесь, конечно, нужно эти моменты тоже поисследовать. Вот. Конечно, забивать на свои порывы и достойных стареть в одиночестве не стоит, у вас какая-то прям слишком крайняя позиция. Вот. Просто нужно значит просто нужно облить свои возможности и искать выход. Вот. Вы не хотите посвящать нас в обстоятельства полные того, что у вас произошло. Но я считаю, что отец своих детей, если захочет, всегда найдет. Возможно с ними увидеться и с ними что-то сделать. Если он не молит, значит не хочет. И никакие обстоятельства его не остановят. Вот. Есть желание гулять у многих. Вы не одна. Такая гораздо хуже, что вы ориентируетесь на других людей. то есть гораздо хуже, гораздо хуже, что вы сравниваете себя с другими людьми. Вот это гораздо хуже. Здесь угадывается ваше чувство стыда. Например, здесь угадывается ваша неуверенность в себе и так далее. Потому что какая разница гуляют другие, не гуляют другие. Какая разница одна вы такая или не одна вы такая. Да? Вот. А наше это не важно. Важно то, чего хотите вы. Вот. И важно то, как вы можете реализовать свои желания. Понимаете? Вот. То есть если у вас есть какие-то сложности в принятии себя, того, что с вами происходит, что в этом я полагаю вам можно помочь. Ну а если вам вам нужен просто выход из своей ситуации, то в этом случае я думаю что нужно просто как бы осмотреть ваши ресурсы. Вот. И я уверен, что выход обязательно найдется. Я в этом более чем уверен. Вот. Ну что просто сейчас вы его не видите. Сейчас вы его просто не замечаете. Вот. Но это ничего страшного. То есть например психолог может вам помочь с этим разобраться. Вот. Конечно если вы готовы работать и если готовы расширять свой кругозор то принимать решения такие может быть не совсем популярные как говорится да не совсем типичные вот. В этом случае я думаю что ситуация наладится. Ну вам это можно и нужно сделать в принципе не только ради себя но и ради детей потому что дети они ведь тоже страдают и для того что их мама несчастлива и чувствуют они на себе ваш негатив который от них от вас исходит к ним вот поэтому я думаю что если вы хотите чтобы вы и ваши дети были счастливы то обязательно возьмете пару консультаций вот у психолога и как следует вам разберется потому что случайностей в этом ну вот в этих историях не бывает если если вы развелись своим можем если вы оказались одна вот значит это были какие-то предпосылки только вы их не заметили и где-то упустили вошли как говорится вниз с ознанку вот но все это корректируется выправляется и обретение гармонии вам гарантировано подумайте еще о том что вам дает вот эти тусы эти ну прогулки и так далее и как бы это не было подсознательным страхом а насчет близких отношений допустим с эм мужчинам потому что ну подумайте сами что вот вашей маме не хочет сидеть детьми допустим но если вы оставите их с ней ну и что она серьезно не будет с ними сидеть если честно я в это не верю ну да она конечно будет ругаться да конечно она будет негативно воспринимать это но я не думаю что она например там грубо говоря оставит детей все таки вот понимаете такая история вот я не думаю так не думаю так и тут уже ваше собственно тут уже дело вступает именно ваша находчивость и умение желание принимать решения которые ну могут быть довольно рискованными скажем так да вот тут уж никуда не поделось к сожалению свое приходится выгрызать чуть ли не зубами зачастую вот такие вот дела на этом все я надеюсь что помог вам если вам понравился мой ответ буду благодарен если вы сделаете его лучшим если у вас остались вопросы пишите в личку буду рад помочь желаю вам всего самого доброго и удачи